Думаю, что если здесь вырисовывается хорошо пик, именно в тяге, то работает именно бицепс. На самом деле, дела обстоят немного сложнее, и дальше мы как раз это и обсудим. Как вы видите, я работал в поламплитуды, и именно это нужно для работы на бицепс, потому что дальше нужно работать так. Вы беретесь за турник и тянетесь грудью к турнику, отводя локти назад. Выглядит это так. Здорово работают бицепсы. Ты прям ощущаешь, как они сразу же наливаются, и упражнение здоровское. Привет, друзья! С вами Школа Воркаута, и сегодня мы поговорим о подтягиваниях, а конкретно о подтягиваниях с хватом на бицепс. Что же это за зверь такой? И действительно ли этот хват помогает прокачивать наш бицепс? Или работают разные мышцы, и много других мышц скрадывают нагрузку, и нужно использовать что-то другое? Давайте разберемся в деталях. Давайте разберемся в терминологии. Что же такое хват на бицепс? Почему его так называют? Что же такое подтягивание с хватом на бицепс? Хват на бицепс – это нижний хват. Не путайте с обратным. Убратный хват – это совершенно другое. Нижний хват, когда вы кладете ладони снизу турника, обхватывая его. И стандартный хват на ширине плеч. Кто-то делает уже, но стандартный хват именно вот такой. И таким хватом идут подтягивания. Их называют на бицепс, потому что, наверное, думают, что если здесь вырисовывается хорошо пик именно в тяге, то работает именно бицепс. На самом деле дела обстоят немного сложнее, и дальше мы как раз это и обсудим. Как обычно, все зависит от техники. Если вы используете обычную технику вот в таких подтягиваниях, то есть, грубо говоря, просто закладываете подбородок за турник и тянете не сфокусированно ни на чем, просто работая всеми мышцами, то нагрузка у вас распределяется, и на бицепс уходит достаточно малая нагрузка, будем говорить так. Возможно, она чем-то больше, чем стандартным хватом, но неразительно, чтобы прям выделять этот хват и называть его хват на бицепс. Итак, как же сделать это движение правильно, чтобы этот хват действительно стал хватом на бицепс? Естественно, все будет зависеть от техники. Здесь вам нужно будет сфокусироваться на работе локтей и спины, потому что если вы включаете спину, начинаете немножко прогибаться, начинаете работать вашими широчайшими, большой круглой мышцами, то, естественно, эти огромные мышцы, да, грубо говоря, большие мышечные группы, скрадут нагрузку и не дадут проработать, не дадут вашим бицепсам съесть, так сказать, большую нагрузку и не дадут им развиваться. Что нужно сделать? Локти максимально уводим вперед при движении, стараемся как бы закрутить их наверх, это очень тяжело, я понимаю, но тем не менее сфокусируйтесь именно на этом движении, направляйте их туда. И спину округляем, то есть держим ее нейтральной, мы не даем ей работать. Это выглядит вот так. Как вы видите, я работал в пол амплитуды, и именно это нужно для работы на бицепс, потому что дальше вы в любом случае будете тянуть спиной, потому что локоть у нас уходит ниже, у нас идет движение в нашем плечевом суставе, и нагрузка, как я уже говорил, раньше скрадывается с рук. Если вы данный ролик смотрите, то вас явно интересуют подтягивания и различные их виды. Более 20 видов подтягиваний у нас есть в базовом курсе. Там объяснено, какие виды мышц они прокачивают, как правильно их делать, зачем они нужны, и как дальше в калистенике, в воркауте вы сможете развиваться благодаря именно им. Там не только подтягивания, там и толкающие, и кор, все вместе, различные программы тренировок. Так что все оставлю в описании, и уже ход за вами. Разительно по-другому будут работать ваши мышцы и ваше тело, если вы будете использовать все тот же хват, все так же будете держать руки, но работать на технику будете по-другому, и будете тянуть локти не вперед, а назад, сжимая лопатки, так сказать, сводя лопатки вместе. Тогда вы прорабатываете в основном мышцы спины и в основном трапециевидные мышцы верхней позиции. Здесь нужно работать так. Вы беретесь за турник и тянетесь грудью к турнику, отводя локти назад. Выглядит это так. В этом движении также есть много нюансов для того, чтобы правильно проработать спину. Если вам это интересно, обязательно отпишитесь в комментариях. Мы сделаем коротенький ролик о таких подтягиваниях и других, которые развивают именно мышцы спины. В комментариях вас всех жду. Для того, чтобы лучше проработать руки, в основном бицепс, я советую вам объединить вот этот хват, потому что все-таки здесь бицепс работает, да и вообще, в принципе, вы работаете не в полную амплитуду, и это не 100% эффективный вариант, поэтому в своем видео о бицепсе, кстати, где-то вот здесь по ссылке вы можете его найти, я рассказываю немножко о других упражнениях. Я советую объединить эти упражнения, вот это упражнение с упражнением узким хватом и тягой к темечку. Выглядит оно вот так вот. Здорово работает брахиорадиалис, здорово работают бицепсы, прям ощущаешь, как они сразу же наливаются, упражнение здоровское. Друзья, на этом все, спасибо вам за просмотр, увидимся в следующем ролике, как обычно, если вам понравилось, ставьте лайк, и подписывайтесь на этот канал, если вы новенький, на нем очень много интересного о воркауте, увидите. Субтитры сделал DimaTorzok